Что касается травы, скажу, что она прекрасная. Я правильно сказал, братки? Правильно? Всё правильно, братка! Хе-хе, братка! Догони меня, братка! Сейчас попробую, братка! А, куда я иду? Мы с браткой немного позависаем. Именно так, братка! Да я уже месяц как свалил из подземелья, мам. Пошли, братка! Окей, братка! Братка! Знаешь, что нам надо? Монтаж! Ты охуенно прав, братка! Когда я с браткой, то не грущу И я его не отпущу Когда я с браткой, то не грущу С ним офигенно я гульну, братка! Ты прав, браток! Это прям огонь! Я прав, братка? О, да, ты прав, братка! Братка! Флавы, ты что тут делаешь? Ну, так как моё телешоу «Цветок Флави» закончилось, и мне надоело облапошивать косплеерш... Технически это они тебя облапошивают. Снять с них костюм и правда вскроется. И я пришёл проведать моих любимых зоопарковых животных! Ты же в курсе, что ты козёл? Лишь по особым случаям! Типа гнюхи! Иногда меня зовут на свадьбы! Прекрасно! Что тебе надо? Понимаешь, дитя, у меня есть новая идея! О Реалити ТВ Шоу! Звучит круто, чел! Я смотрю, как ты всех убиваешь! И резко стало плохо! Люди обожают насилие! Люди обожают кровь, расчленёнку! Идеальные тортики! О, торт, братка! Я предлагаю тебе сделку, дитя! Я перезапущу мир, потому что я бог, я так могу, ведь я цветок и вся херня! А ты вновь спустишься в эту дыру и убьёшь там всех к чёртовой матери! Знаешь, Флавий, если бы ты предложил мне это раньше, может быть, я и согласился! Но теперь я пацифист, я нашёл мир! Я могу есть траву днями напролёт, могу вести умные разговоры со своими родителями! Мааа! Ааа! Ааа! Не говоря о моём новом лучшем друге, братка! Это так мило, братка! Линда, ты теперь скучный кусок дерьма! Очень жаль, ведь если ты не пойдёшь в эту дыру, я убью твоих жирафа-родителей! Ааа! Я люблю родителей, но не настолько же! Тогда я... я тогда убью всех в подземелье! Я не веду переговоров с цветками! Если ты не спустишь туда свою попку, я убью братку! О, нет, братка! Нееет! Так нельзя, только не братка! Как я всегда тебе говорю, в этом мире убей или убудь бит... Да твою же ж мать! Братка! Ладно, я согласен! Добракадабра! Теперь, когда я взял этих тупней в заложники, давай найдём дыру! Сказала она, братка! Или, сказал он, зависит от ситуации, хотя в наше время будет лучше говорить, сказала она! Именно! Два пола! Просто заткнись и следуй за мной! Не волнуйся, братка! Я спасу тебя! А, ну вас тоже, мам и пап! Именно! Пора твоей новой реальности! Чёрт, я не взял средства от сорняков! Приветик! Убейся! Эй, у тебя тут что-то красное? Чё, чё красное? А, о господи! Похоже, ты сделал своё первое убийство, дитя! А ну и зайди, злое существо! Да, дурень! Спокойся с миром, Флавы! А? Хадук! Твою мать! Да, жалкий Хадукин со мной не расправится в этот раз! Господи, а она прямо в натуре сдохла! Прям в натуре скопытилась! Теперь я вывалю на тебя все правила! Нормас! Правило номер один Ты можешь использовать метод убийства только один раз В это входит быть раздавленным правилами? Например, когда ты упал в дыру, ты приземлился на монстра и убил его Воу-воу-воу, постой! А если я пронул чела ножом? Например, этого А ведь я ему воткнул нож в голову, так? Верно А если я пронул его в голову дважды? Эээ... О, а если я сначала пронул в ногу, а потом в голову, считается? Нет Но это разные вещи Ну, технически А если я его пронул не так сильно, но он всё равно умрёт? Нет, потому что... А если заюзать два ножа, это счёт? Хватит! Слушай, давай просто я буду решать и говорить, где как Как-то всё очень замудрено, прям next-gen гремлины какие-то Правило номер два Если монстр тебя убивает, он получает миллион долларов, обнимашки от меня, а все остальные монстры в подземелье умирают И это называется реалити-шоу? Гениально, да? А если я убью себя со скуки? Тогда я убью всех, включая братку Братка? Окей, правило три Я разрешаю тебе воскресить пять твоих компаньонов В смысле? Типа Санса? Ты как другого рожи? Если бы твоя рожа была другоном, ты бы был реальным другонарожем Окей, думаю, ты сойдёшь Кстати, у меня теперь куча крутых скелетных шуток Мы с папирусом уйму придумали Кто-то призвал меня? Определённо нет Как назвать скелета без костей? Мешок? Ня-ха-ха! За что? Мы должны рассказать эту шутку андэ? Ня-ха! Какую шутку? Боже, бесполый ребёнок! Господи, я смущаюсь! Я тебя даже не звал! Так, не говори, Альфис! Не говори, Альфис! Стоп, я это сказал! За что я так с тобой? Оу! Очень вовремя! Я как раз закончила дарить свою кошку! Это ж моя мертвая кошка! На, на вкус и цвет! Дорель! А? Дорель последний спутник! У меня что-то на лице? Правило номер четыре! Если твой спутник умирает, в ход вступает правило номер три! Я смогу призывать спутников, если кто-то умрёт? Не, а стой, чёрт! Там был номер, там был номер, там был правило два, да! Правило два случится! Короче, умирают они, умираешь ты, окей? А если я умру, умрут все! Три, два, один, удачи, веселья, до свидос! Ну, я в паап! Увидимся, челы голубый! А мне нужно кошек подоить! О, Барин! Да! Кошмар начинается! Блин, надеюсь, с браткой всё норм... Сорян, я тебя не понимаю, так что я... Не бойся, дитя! Я буду твоим переводчиком! Отлично! Я не знал, что ты знаешь Зужальский! Я не знаю Зужальского, зато я знаю Мандок Люк и Клигинский! Альфис тоже знает Мандоклюгий Клягий Клёгинский. Да, я действительно знаю Мандоклюгий Клягий Клёгинский. Вы каждый раз говорили разные слова. И что он сказал? Сейчас скажу твоему переводчику. Пчёл говорит, что у него уже давно не было отпуска прям вообще. И поэтому ему нужны деньги, чтобы поехать в отпуск и попить там пивка и попялиться на пчёл в пикини. А ещё он пошутил, что мне все уши прожужжал, поняла? Согласно переводу Альфис, Пчёл говорит, что хочет. Я слышал, Альфис, я просто не понимаю, что происходит. Я... Слушай, просто скажи Пчёлу, что я пацифист, хороший парень, я готов решить всё миром. Но если он станет у меня на пути, я буду вынужден его атаковать. Окей, окей, дитя хочет убить Пчелятину. Я этого не говорил! Он сказал что? Ну попробуй. Он сказал, ну попробуй. Да пошёл. Ничего, у меня удар хватит ещё до того, как всё закончится. Ты растоптал его? Отличная работа, дитя. Очень креативно, очень классно, очень клёво. Я ставлю тебе 10 абракодабр из 10. Надо бы записать это в свой дневник. Ой, а уже? Да, как мне понравилось это убийство, дитя. У меня есть специальный подарок для тебя. Что это? Жирнющее хавло из Макдональдс? Я бы убил за него. Хотя я только что убил, так что если ты мне его дашь, то я за него и убил. Нет, даже лучше. Это твои родители. Я разочарован. И братка. Братка? Братка! Ты в порядке, братка? Всё в порядке, братка. Цветок тебя не обижает, да? Не, братка, он норм, братка. Слава богу, братка. Я знаю, братка. Как-то крипово, что ты настолько братку любишь. Братка. Я даю тебе 10 минут на убийство следующего врага, дитя. И что, что ты сделаешь? Что ж, я настолько далеко не продумывал, но если ты не... Я сниму с братки кепку. Ты мастер. Мне кажется, вы всю эту тему с братки сильно разумываете. Заткнись, задрот. Счастливо, дитя. Он говорит, давай, цикло. Вот как? Дитя говорит, вот как. Бас, 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 бас. Он сказал, что братка тупица. Он сказал, братка тупица. Он назвал братка тупицей? Ну всё. Ну всё. Бас, бас. Откуда взялся этот гигантский трамплин? Да забей. Поцелуй, девочка! А, блядь! Стоило того... Кстати, он сказал, а, блядь. Вот, блин, часы-то дикают. Серьёзно, перестань, не раздражает. Спасибо. Господи, сколько же их. Надо разведать территорию. Чё ты сам с собой разговариваешь? Потому что я поехавший. Фрогет, 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 хуёги... Фрогет, фрогет, фрогет. Окей, взрывай опасных, бойщик поблизости нет, так же. Шшшшш. Тише, дитя. Эти фрогеты тусят в бандах. Они видели некоторое дерьмо. Они видели смерть своих товарищей. Они видели все сезоны королевских конок Рупола. Господи, Иисусе. Не, чел, не Иисус, а Рупол. Фроге? И чё мне делать? Мне нужно убить их всех за 10 минут. Ха-ха-ха, как зовут Скелета, который настоящий Друган? Санс? Да, Санс. Фрогет. Следуй за мной. Добро пожаловать в мою утопию. Ого, да у тебя тут целый арсенал. Да нет, команду содержать было бы дорого. Да я футбол не люблю. Эй, Санс. Да, Друг Друганыч? Что бесполый ребёнок сказал Скелету? Эм, потому что он не мог пойти на выпускной? Что? Нет. У меня была крутая фраза, а ты её испортил. Саля, Друган. Отличная работа. Так нам пушки брать или... Ну да, Пенёк. Ты готов? Ща, секунду, Друган. У меня тут трусы в жопу врезались. Прям в самый шоколадный глаз вошли. Понимаешь, о чём я? Нет. Как будто салфетка там застряла. Погодь, это и была салфетка. О, это было близко. Я остановил пулю своим лицом. Фрагет. Фрагет. У меня стреляет заглушка из пистолетов. Что не так с моей жизнью? Ответный огонь! Ой, я попал в него, круто! Фрагет! А теперь давай замочим и остальных у... Постой, я могу использовать один метод один раз? Согласно моим подсчётам и пониманию, да. Тогда эти пушки бесполезны, мы не можем их использовать! Ха, да. Ха. А, блять. Да хер с ним. Фрагет! О, ёбанаврот, чё, у нас ещё есть... Как насчёт смерти с небес? Получайте! О, едам! Почему я... Вот вам! Вот вам! Нам больше нельзя понимать! Я знаю, но стрелять в ответ крайне весело. Вот вам! Да и имя у меня так сидит. Да ладно! Фрагет! Фрагет! Так, постой! Выстрелить в камень. Пуля отрикошетит. Попадёт в кран. Кран падает. Падает. Все цели уничтожены. Выполняю. Санс, найди укрытие! Нашу! Обожаю жить. Смерть с небес! Я же говорил, друган! Завершающая шутка. Не злись. Сохраняй спокойствие. Не сдавайся. Выполняю. Как назвать скелета, который... НЕТ, ВОИ! Ну и ладно, злюка. Пахнет, как моя мамка. Жмите, жмите на колокольчик снизу. Ютуб почему-то не уведомляет подписчиков, когда мы выпускаем видео. Поэтому, если вы не хотите пропустить новые видео, жмякайте на колокольчик. И Ютуб уведомит вас о каждом видео, которое мы выпускаем. Спасибо за просмотр и ставьте лайк под видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь, если хотите еще видосов. Жмите на колокольчик. Увидимся! Новая часть будет!